здарова рот в сегодняшнем ролике я бы хотел вам рассказать об устройстве обрешетки контрабрешетки крыши моего гаража как я ее строил из чего она состоит об основных элементах ну и показать так сказать немножко процесс вот на этом вот оставшимся участке который мне осталось завершить так сказать сегодня понемножечку я подхожу к так сказать завершению вот это вот этапа обрешетки контрабрешетки супер диффузионные мембраны от компании тайвик вернее от компании дюпон сама мембрана бренда тайвик это супер диффузионные мембраны которые собственно прославилась так сказать то своим таким вот хорошим качеством я бы сказал даже одна из самых лучших потому что она равномерно распределяет весь пар который через нее проходит и не дает влаге обратно проникать вовнутрь то есть вот как вы можете видеть сейчас вот как раз сама мембрана у меня видна которая степлером прибита к стропилам между собой мембрана склеивается в три этапа между слоями я проклеиваю ее двухсторонним скотчем снаружи проклеиваю фирменным скотчем тайвик как мне вы собственно подписчики и советовали сначала я думал что можно проклеить обычным армировым сантехническим скотчем но в одном из бложеков один из подписчиков мне посоветовал что лучше использовать фирменный скотч тайвик потому что он ну практически вечный ну я собственно послушался этого принципе прикинув и попробовав на отрыв различные различные так сказать типы скотча понял что ставик и тут вот двухсторонний скотч акриловой держат мембрану наиболее крепко я даже пробовал в некоторых местах отдирать она так сказать сама мембрана не отдирается она начинает отслаиваться и вот тот слой который приклеен к скотчу он остается ну грубо говоря просто при на отрыв она начинает отслаиваться сейчас мне предстоит набить контраб решетку на под для контраб решетки я использую сухой строганный брус камерной сушки размером 50 на 100 все обычно используют 50 на 50 но вот я вот решил 50 на 100 использовать так сказать чтобы унифицировать мою стройку наиболее меньшими размерами бруса в качестве обрешетки использую обычную дюймовку весь пил материал я антисептирую фирменным кстати говоря антисептиком отечественного производства от компании неомид антисептик номер 450 раньше в каталоге был назывался огни биозащиты который защищает от пожаров если повышается температура пропитка она покрывает таким слоем древесину и начинает испарять из себя кислый газ тем самым не давая гореть древесине и помимо этого она защищает древесину от вредителей то есть от жучков и от плесени что мне в принципе и было нужно при постройке так сказать тропильной системы с другая всей крыши поверх обрешетки я накручиваю 9 миллиметровые плиты osb3 то есть влага за влад влагостойкие и поверх этого уже этот будет уже следующий этап у меня будет расстелен подкладочный ковел и поверх него у меня будет мягкая черепица скорее всего это будет шин глаз от техно николь еще пару слов хотелось бы сказать про экипировку который я использую при работе на крыше наверху то есть на мне вот такая вот монтажная привязь то есть это такой сказать набор ремней который обхватывает меня удей за ноги за пояс и за плечи здесь у него с боков есть такие вот заушины чтобы можно было так сказать цеплять где-нибудь за трос или еще я живу использую крепление вот здесь вот сверху то есть если вдруг надо будет это повиснуть там или вдруг я сорвусь чего конечно не хотелось бы я повисну вот как-то вот в таком положении то есть буду висеть такой в полу приседе и никуда собственно не упаду вопрос будет а если я где-нибудь повисну как мне потом вниз спускаться но это уже другое дело я надеюсь что такого не придется для электро инструмента я использую вот такие вот карабинчики которые были куплены в леру вот мой шуруповерт имеет такой вот ремешочек который очень удобно на запястье вешать и я к нему вот прицепил такой вот карабинчик цепляется у меня за ремень где-нибудь в любом месте не вот такая вот у меня есть дисковая пила маленькая на 10 вольтовой платформе от фирмы bosch я и также вот за карабинчик зацепил к поясу очень удобно чтобы не прыгать не бегать там потому что когда работаешь на крыше там каждый шаг поверяешь как бы куда-нибудь не оступиться чтобы не упасть и чтобы не лазить там каждый раз куда-нибудь за инструментом то есть очень удобно там надо что-то отпилить карабинчик отцепил отпилил зацепил обратно то же самое и с шуруповертом когда уже начинаешь монтировать в избе поэтому соблюдайте обязательно технику безопасности страхуйтесь если вы работаете на крыше либо где-то на каких-то там высотных работах и тогда с вами будет все в порядке вы давайте наверно сейчас я вам покажу сам процесс монтажа то есть как я буду навевать контур обрешетку обрешетку и монтировать плиты о избе и и Продолжение следует... 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 закончил я монтаж обрешетки контр обрешетки о избе закончен так сказать очередной этап крыши буду про каждый этап и снимать отдельные видосики будут стараться как-то максимально рассказывать про детали при монтаже использовал сотовые гвозди оцинкованные прибивал сначала под контур обрешетку брус на них потом на контур обрешетку прибивал обрешетку из дюймовки ну и затем все это сверху с помощью желтых саморезов крепил на этом usb выпиленный под размер но вот как в конце видели немножко там буквально 3-4 миллиметра я не рассчитал последний кусок пришлось взять циркуляр очку и сделать небольшой пропил значит для распила использовал вот такую вот пилу это bosch 10 вольтовой серии 2 амперного аккумулятора в принципе достаточно чтобы здесь было там подпилить концы выпилить usb под размер очень удобно также для крепления использую такие вот карабинчики чтобы было удобно цеплять ее на монтажный пояс комментируйте это видео оставляйте может быть какие-то у вас есть замечания или возможно вы что-то хотите добавить вот к таким вот работам что от себя добавить следующим этапом будет сооружение нижней части этой крыши там монтаж стропил также обрешетка контур обрешетка мембрана тайвик и все это будет заканчиваться монтажом мягкой черепицы ну скорее всего это будет шин глас от техно николь вот наверно на этом с вами хочу попрощаться оценить оцените обязательно этот видосик нажав кнопочку под видео подпишитесь на мой канал увидимся следующей серии про крышу пока